Добрый день, дорогие зрители! И вот сейчас мы с вами совершаем празднование великого праздника Всемирного Воздвижения Честного Животворящего Креста Христова, Креста Господня, с которым мы поздравляем тех, кто смотрит нас на православном портале, православном канале Экзегет. И сегодня мы хотели бы рассказать и поговорить о тех традициях, о той истории, которая была связана с почитанием Креста Христова на Святой Земле, с теми местами, которые так или иначе имеют отношение к этому празднику, имеют отношение к Великой Святыне Креста Господа нашего Иисуса Христа. Имеют отношение, соответственно, и к тому празднику, который мы с вами совершаем в эти дни, когда продолжается и само празднование, и его попраздненство. Итак, ну все вы, наверное, хорошо знаете саму историю обретения Креста Господня Святой Императрицы Елены. Действительно, история эта была связана с тем, что ее сын, император Константин, который сделался правителем единой на тот момент еще восточной и западной половины Римской империи, достиг этой блистательной победы над своим соправителем, тираном Рима Максенцием при чудесной силе, при поддержке свыше символом и образом, который сделался Крест Христов. Мы знаем, что Константин, который хотя и был рожден матерью-христианкой, Елена была христианкой от своего рождения, но, тем не менее, его отец, соправитель, один из консулов Римской империи Констанций Хлор, который управлял, ну что ли, такой западной частью западной половины империи, после императора Диоклетиана, он не был христианином, хотя и сочувствовал христианству столицей, его был город Трир, и там, надо сказать, до сих пор сохранился уникальный, единственный во всей Европе дворец императора Константина Великого, и вообще Константин, вступив на престол, вообще стоял перед таким выбором, где именно ему сделать свою столицу, которую он хотел перенести из Рима на новое место, и вот как раз-таки выбор этот был между Византием или Бизантием, небольшом, но очень удачно расположенном городке в Босфорском проливе, либо сделать столицей привычной, с детства знакомый ему германский город Трир, который на тот момент управлял, на самом деле, огромной областью, которая ему подчинялась, в которую входила и Британия, и Британские острова, и все земли Дорейна германские, которыми управляла Римская империя, и часть Галии, то есть современной Франции, все это входило вот в такую огромную часть империи, которая находилась под управлением Констанция Хлора, и наследником которой сделался Константин, прежде чем стал великим, и прежде чем покорил своей власти Рим. Но когда войска императора Константина шли для того, чтобы вернуть римлянам украденную у них тиранам свободу, то до Константина дошли известия о том, что максенцы для того, чтобы укрепить, утвердить свое положение, не гнушаются в том числе использовать и такое духовное оружие, обращается к средствам магии, обращается к тем магическим ритуалам, которые даже римляне, будучи язычниками, считали запрещенными, недостойными подлинного почитателя богов, пускай даже языческим. То есть максенцы обращался к самым чудовищным культам, к самым таким страшным хатоническим подземным божествам, приносил им кровавые жертвы. Как мы знаем, даже в жертву приносились беременные женщины и младенцы. Такими бесчеловечными и жестокими средствами пытался максенцы сохранить ту власть, которую он получил и одержать победу над войсками юного Константина, который шел для того, чтобы не свергнуть его владычество. Ну, естественно, Константин знал, как и всякий язычник, сколь опасно может быть вот такое магическое воздействие, может быть нападение специально посланных на него демонов, которые могут и самому ему нанести тяжелейший вред и обрушиться на его войска, на его солдат, помешать ему достигнуть победы. И он нуждался в первую очередь не в крепости войск, не в их выучке, а в той духовной силе, которая придаст в первую очередь уверенность ему самому, которая оградит его от преступных магических ухищрений максенцы, и которая воодушевит и его войско, среди которого, надо сказать, было тоже на тот момент уже немало христиан, а немало было людей, которые, несмотря на все прошедшие гонения, самое тяжелое из которых вот совершилось еще совсем недавно, во время правления императора Диоклетиана, тем не менее они относились к христианству, ну, по крайней мере, лояльно, терпимо, с каким-то там уважением, поскольку христиан было традиционно много в войсках, это были хорошие воины, и они вызывали всеобщее уважение своим мужеством, терпеливостью, своей верой, которая укрепляла их в нелегком воинском труде. И вот, как мы знаем, император Константин, будущий, а тогда еще военачальник и правитель своей четверти империи, он получил вот такое чудесное утверждение, ободрение в символе, который увидел на небе, когда из звезд был составлен крест, и голос божественно внушил ему симпобедиши. То есть при помощи этого символа, опираясь на духовную силу креста Христова, на духовную силу христианства, император Константин должен был одержать и одержал свою победу. После этого такого чудесного разумления Константин повелел сделать изображение крестов на знаменах своих воинов, и с вот этой духовной силой отправился навстречу к кладовским магическим ухищрениям своего противника. Ну, как мы знаем, войска его получили удивительную, совершенно поразительную победу во время бегства через реку Тибр, упал с моста и бесславно погиб и сам тиран Максенций, а крест Христов и христианство после этого и после Миланского эдикта, который издал император Константин, получило свободу и расповедание во всей империи. И когда Константин победил последнего из своих противников, которые стояли на его пути к власти над всей империей, то христианство смогло утвердиться и повсюду, во всех местах, и стала возможной та миссия, которую предприняла мать, благоверная, равноапостольная мать царя Константина, святая императрица Елена. Как мы знаем, ее заветным желанием было обрести тот самый крест Христов, который помог и силой которого ее сын одержал свою славную победу и пришел к своей власти в Римской империи. Императрица Елена понимала, что этот символ страстей Христовых, что само это священное древо, оно обладает необыкновенной совершенно силой, которая сможет утвердить и укрепить всю империю, которая, конечно, переживала нелегкие времена. Несмотря на то, что гонение на христиан прекратилось, отношения их с язычниками продолжали оставаться весьма сложными, шла такая постоянная, тихая, но если не гражданская война, то, по крайней мере, идеологическая борьба, и новый народ, новая империя Константина нуждался в укреплении, в утверждении той же силы Божией, которая когда-то утвердила и укрепила самого Константина. Поэтому святая Елена много молилась и, испросив благословение и разрешение своего сына, получив необходимое средство для этого, она отправилась в путешествие. И, как мы знаем из преданий Восточной Церкви, еще до того, как она достигла Иерусалима, она получила уже откровение о том, что это ее дело, эту ее миссию венчается успехом. Буря прибила ее к острову Парос, это один из таких больших островов, который находится в архипелаге Кекладских или Цекладских островов. И вот здесь, на этом острове Парос, куда она сошла, принести молитву о своем путешествии императрицы Елена и получила откровение о том, что ей удастся обрести Святой Крест. В благодарность за это откровение, за то укрепление, которое она получила здесь, на Паросе, она построила великолепный храм, который, надо сказать, стоит и до ныне. И тот, кто будет иметь такую возможность побывать на острове Парос, может посетить этот великолепный храм, в котором до сих пор совершается служба, при том, что большая часть храма, значительная часть, построена еще во времена Святой Елены и на многое там еще сохранилось с тех самых времен. Вот, ободренная, укрепленная таким откровением, заложив и начав строительство храма на острове Парос, Елена отправляется в Иерусалим, ну, а Иерусалим на тот момент даже не имеет такого названия, как мы с вами знаем. После Второй Иудейской войны, восстания Бар-Кохбы и последовавшей за этим тяжелой, кровопролитной войны римлян, которые пытались это восстание подавить в 132-135 годах, император Адриан настолько был языческий правитель Римской империи на тот момент, настолько, в общем-то, был расстроен кровопролитностью этой войны и понесенными потерями настолько озлобленное иудейское население, что решил уничтожить саму память о его пребывании здесь. Он повелел разрушить Иерусалим, ну, который и так, в общем-то, практически от него мало что осталось еще после, собственно, первого разрушения времен Тита и Иваспасиана, совершил его символическое такое опахивание, распахивание, и заложил, как бы, новый город, город, который назвал в честь своего собственного имени Элии Капитолиной. Элия была родовым именем, ну, как бы сейчас сказали, фамилии императора Адриана, и вот своей семье, своему роду он и посвятил этот новый город, свою такую новую столицу здесь, в провинции Римской империи Палестина I, Палестина Прима. То есть, те жители, греки, римляне, колонисты, которые поселились в Иерусалиме, они даже не знали истории этого города, не знали, как он назывался, они даже практически не помнили уже об этом. Они были уверены, что живут в городе, который называется Эли Капитолина, и даже и не вспоминали о прежнем его названии. Евреям было строжайше запрещено вообще посещать Иерусалим, приходить сюда. Один день в году, в месяце Авва, имели они возможность прийти для того, чтобы на руинах своего храма оплакать преступления своих отцов. И вот из этого паломничества и родилась традиция посещения так называемой стены плача, и родилось вообще это понятие, поскольку сохранилось лишь только основание западной стены храма. Весь храм был разрушен, но вот часть той площадки, на которой Ирод Великий построил когда-то свое величественное сооружение, оно осталось, и сейчас до сих пор пользуются вот этим названием стены плача, и до сих пор евреи, хотя им никто не запрещает приходить в Иерусалим, приходят и оплакивают те бедствия, которые постигли их город и их народ в продолжении многовековой истории. Ну а тогда, когда сюда прибыла императрица Елена, здесь, конечно, проживало небольшое количество христиан, а в окрестностях Иерусалима еще проживало какое-то количество евреев, но город получил совершенно новый римский вид. Он был построен по образцу всех новых римских городов. Через весь город проходила так называемая Карда Максимум, главная улица, которая брала свое начало как раз там, где был распят Господь наш Иисус Христос. На месте Голговской горы, на месте совершившейся вот этой беззаконной казни спасительного для нас страдания Господа нашего Иисуса Христа был императором Адрианом заложен и построен храм в честь богини блудных отношений, богини блудной любви Афродиты или Венеры. Вот это капище заняло собой то место, где когда-то стоял крест Господа нашего Иисуса Христа. От него шла, продолжалась улица Карда, которая заканчивалась на другом конце города, храмом в честь Купидона или Эрота, или Эроса, сына богини Венеры Афродиты, бога любви, известного, так сказать, как такой Галазадый юноша с луком, от которого нет спасения никому, даже верховным богам, и который своими стрелами разжигает в людях нечистую похоть. Вот, собственно, этому достойному порождению блудной богини и был устроен храм на другом конце улицы, которая пересекала с собой весь бывший Иерусалим, а нынешнюю Элью Капитолину. Ну, фактически, город оказался посвящен никому иному, как блудным бесам. Вот это в полном смысле слова мракобесия и должна была разрушить императрица Елена. Несмотря на протесты языческого населения, она разобрала храм Капища Венеры, потому что узнала, что под ним находится крест Христов и может находиться, ну, во-первых, и само место, где Господь претерпел распятие, и место, где может покоиться выброшенный здесь же неподалеку его крест. Ну, как мы знаем, эти поиски заняли довольно много времени и усилий, но, наконец, один из пожилых иудеев, хоть и принуждаемый к этому пыткой, все-таки открыл императрице то место, о котором иудеи помнили, сохраняли память, сохраняли предание, и где действительно в яме, глубокий, после раскопок, императрица Елена обнаружила крест Христов. Таким образом, ее можно считать первым библейским археологом и, наверное, самым удачным библейским археологом за всю историю раскопок на Святой Земле, потому что то, что обрела она, конечно, не шла ни в какое сравнение с любыми последующими раскопками, открытиями. Императрица Елены ей посчастливилось обнаружить тот самый крест Христов, который доказал свою чудотворную силу тем, что, как мы знаем, воскресил мертвеца, что заставило обратиться к вере православной и многих язычников, и даже такого закоренелого и последовательного приверженца иудаизма, которым был тот самый Иуда, старик, который открыл императрице место обретения креста Христова. Впоследствии, как мы знаем, на месте этого капища Венеры, на месте страдания и воскресения Господа нашего Иисуса Христа был построен такой особый храмовый комплекс, который получил название Мартирион, свидетельство, но в этом храмовом комплексе в нем не как сейчас все святыни находились под одной крышей, а были построены отдельные храмы. Отдельный храм носил название Анастасион, в котором как раз таки в пределах которого находился гроб, живоносный гроб в воскресении Господа нашего Иисуса Христа, другой храм как раз Мартирион, он под своими сводами скрывал вершину горы Голгофа, и отдельная часовня была подстроена над тем местом, где императрица обрела крест Христов. Крест Христов сделался величайшей святыней всего христианского мира, ну и в частности восстановленного города Иерусалима, которому спустя некоторое время было возвращено его историческое название, а также и право престола, одного из престолов поместных церквей, которые находились в пределах Византийской или Арамейской империи того времени. На поклонение этому кресту Христову, который был главной святыней Мартириона, главной святыней одной из главных святыней Иерусалима и вот этого комплекса храмов, который был возведен при императоре Константине, стекалось огромное количество паломников со всего мира. Мы имеем очень такое живое описание одного из таких паломничеств в житии преподобной Марии Египетской, которая как раз таки для того, чтобы почтить праздник воздвижения Честного Креста Христова вот с той толпой, которая как раз направлялась в Иерусалим из Египта для того, чтобы почтить этот праздник, смешавшись, дерзновенно пыталась тоже, несмотря на свои грехи, войти внутрь этого храма, но не имела такой возможности. То есть, можно себе представить, какие толпы людей приходили сюда для того, чтобы поклониться Животворящему Кресту Христову, сколько было получено от этого креста исцелений, всевозможных дарований, проявлений Божественной силы. Это, конечно, ну, вот такие золотые страницы века паломничества в Иерусалим, когда там еще находился Животворящий Крест Христов. После того, как был разрушен сам храм Воскресения, разрушению подверглась и та небольшая часовня, которая была построена над местом, где был обретен Крест Христов. Поэтому впоследствии весь этот комплекс оказался полностью перестроен. В начале, в середине XI века, после разрушения султаном Аль-Хакимом, его перестроил император Константин Мономах, дед нашего знаменитого князя Владимира Мономаха, правитель Византийской империи, а буквально столетие спустя этот храм Константина Мономаха был полностью перестроен крестоносцами, захватившими Иерусалим, которые уже объединили все святыни в единое храмовое пространство. Но в этом новом великолепном храме, к сожалению, больше уже не было того самого обретенного Еленой Креста Христова. Его история была весьма такой тоже трагичной и тоже продолжающей собой то на земле страдание, которое претерпел на нем Господь наш Иисус Христос. Долгие века, как мы говорили, крест Христов являлся главной святыней Иерусалима всего христианского мира. Но в 613 году Иерусалим подвергся разрушительному и весьма кровопролитному нападению персидских войск императора Персии Хасроя II Парвиза. Он финансируемый на эту войну недовольными христианской политикой иудеями и незадолго до этого изгнанными из Палестины самарянами собрал огромное войско, которое разрушительной волной прокатилось по всей Палестине и в том числе после осады завладело и городом Иерусалимом. Так что в плену оказались многие из уцелевших христиан, в том числе в плен был уведен и патриарх Захария и туда же вместе с ним был унесен и крест Христов. И с 613 по 628 годы 627 годы крест Христов хранился в Персии в городе Суз, где находился и при нем патриарх Захария. Надо сказать, что и крест был окружен таким, в общем-то, благоговейным почитанием даже в среде огнепоклонников персов и патриарх Захария, хоть и находился в плену, но пользовался определенным уважением, хотя, конечно, скорбь о разрушении родного города, в котором он был епископом, продолжал его снедать, и он не дожил до счастливого момента освобождения и скончался, был погребен там же, в этом персидском плену, но за время своего пребывания крест и в Персии успел совершить множество чудес, исцелений и даже несколько влиятельных персов обратилась в христианство, приняла православие и потерпела мученическую кончину. Среди них было немало и представителей персидской аристократии, по крайней мере, несколько человек упоминаются в житиях святых, таких как Иаков, Анастасии, персиянины, персы, которые пострадали вот за свою верность к кресту Христову, приведенные чудесами, совершавшимися от него к исповеданию православия. Но спустя 14 лет войска персов были разбиты новым таким достаточно удачливым константинопольским императором и военачальником Ираклием, который сначала разбил персидское войско на берегах реки Ермук в Галилее, а затем двинул свои войска на Персию, произошел переворот, Харавиза II убили его же собственные родственники, а крест Христов по заключению мирного договора был возвращен христианам, и император Ираклий сначала торжественно внес его в Святой Константинополь, а затем и в Иерусалим. Мы знаем, что это внесение сопровождалось явлением ангела, поскольку император Ираклий первоначально ввозил крест и возвращал крест в Иерусалим с великой пышностью, как такой триумфатор, победитель, но был остановлен в самих вратах города некой божественной силой и сподобился явлением ангела Божия, который указал ему на всю неправомерность происходящего. Он сказал, нет, не в таком виде внес сюда орудие своей спасительной смерти Господь наш Иисус Христос. И вот блистательный император отложил свою парфиру, отложил свой лавровый венец золотой, снял со своих ног сандали босиком в одной рубахе с крестом Христовым на плечах. Он вошел в Иерусалим и вернул его в восстановленный храм воскресения Христова. Однако крест Христов после этого не хоронился в Иерусалиме целиком. Для того, чтобы больше никогда эта великая святыня не попала в руки врагов христианства, было принято решение разделить крест на части. И значительная часть креста Христова была отделена, увезена в Константинополь, а также вообще распределена по другим различным местам и монастырям, храмам всей полноты Православной Церкви тогдашней. И вот в разных местах оказались разные по величине фрагменты креста Христова. То есть седьмого века крест Христов больше никогда неизвестен нам в своем вот таком целиковом неразделенном нераздробленном виде. В Иерусалиме продолжала храниться лишь некая часть этого креста, заключенная в очень такой красивый, окованный серебром и золотом ковчег, украшенный драгоценностями. И вот он-то и являлся святыней того храма, который восстановили крестоносцы в XII веке. И он же оказался утрачен ими в ходе несчастливого для них сражения в конце XII века 4 июля 1187 года, когда войска последнего иерусалимского короля Гидалу Зиньяна были разбиты воинами Тельжукского эмира султана, вернее сказать, Салахаддина Ибн-Аюба, который совершил свою знаменитую победу при Тиверии или при Хатине, как называют еще это место, Корнейхитин, гора Рогов-Хетов. Мы об этом месте беседовали, и у нас есть тоже беседа, которая посвящена различным вариантам горы блаженств, которая сохранила православная традиция. Вот эта гора Корнейхитин является также одним из возможных претендентов на ту самую гору, на которой была произнесена заповедь на горной проповеди, составляющая собой пятую, шестую, седьмую главы Евангелия от Матфея и содержащая главные основы христианского вероучения. Вот здесь на склонах горы Хиттин на святость, место которого уповали крестоносцы, точно так же, как и на силу той части креста Христова, которая им сопутствовала в этом походе, они, тем не менее, были разбиты, и крест Христов, правда, уже не целиком, а только в этой своей Иерусалимской части вновь оказался в плену у неверных, у арабов, у мусульман, но, правда, впоследствии Салах-оддин, захвативший Иерусалим и изгнавший оттуда латинян и всю латинскую крестоносскую иерархию священную, вернул обратно православных греков, которые были до этого изгнаны оттуда латинянами, передал храм гроба Господня, передал новое здание для патриархии, в которой с тех пор помещаются строения Иерусалимского патриархата, и также вернул им и великую святыню креста Христова, которая сейчас хранится в особом сейфе, в реликварии храма гроба Господня, в монастыре святого Авраама, который относится к храму гроба Господня, и где проживают клирики, монахи святогробского братства, те, кто несут свое послушание, несут свое служение непосредственно у гроба Господня. Там эта великая святыня хранится в сейфе, ключи от которого разные хранятся у трех различных служителей Иерусалимского патриархата, и лишь собрав их вместе, воедино, можно этот сейф открыть и извлечь оттуда эту древнюю драгоценную реликвию, святыню креста Христова. Но на праздники, тем не менее, чаще всего выносится и другая икона с сравнительно небольшой частью подлинного креста Христова, изображающая распятие и императора Константина и императрицу Елену, предстоящими этого креста. В обычные дни к этой иконе можно приложиться в реликварии, которая находится непосредственно прямо под Голгофы, в помещении, которое принадлежит Иерусалимской патриархии. Туда можно прийти в те часы, когда она открыта, и приложиться к этой иконе. прямо выложена перед входом туда, вот среди всех прочих многочисленных святынь, которыми так богата Иерусалимская церковь. Ну и другие части креста Христова также до сих пор доступны в разных местах. Самая большая часть дотяжевоносного древа, порядка 45 сантиметров, это самый крупный, практически сохранившихся фрагментов, находится на Кипре, в монастыре Святого Креста, который называется Ставровуни. Там также в этом монастыре можно, если посетить, его сподобиться, приложиться вот к этой великой древней святыне Креста Христова. Ну, есть и другие места и в Иерусалиме, и на Святой Земле, которые также связаны с честным древом Креста Христова и также сохраняют традицию его почитания, его празднования торжества на Святой Земле. В следующей нашей беседе мы с вами продолжим рассказ о тех, как раз таких местах, которые связаны на Святой Земле с памятью и обретения, и воздвижения Честного Креста Христова, и с другими празднованиями, событиями, которые посвящены этому великому сокровищу Христовой Церкви, великому утешению христиан, желтворящему Кресту Христову. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.